Настоящие друзья перед работой вышли в такую мокрую погоду, противную, чтобы погулять с Джихикой. Вот такая вот у нас сегодня волчья стая. Стая диких волков с нами гуляет. Все, вот этот прекрасный чистый волк на привязи. Идем домой. Идем, 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 Джихсик, давай, 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 давай. Не хочет уходить. Мне нравится валяться в грязи с дворовыми собаками. Идем, Джихсик, давай. Идем, 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 идем. Так, а теперь посмотрим, что у нас на завтрак сегодня. Это сюрприз. Ваня вчера купил какой-то тортик. Я даже не заглядывала, не посмотрела, какой. Мой любимый чизкейк. Это самый вкусный чизкейк в мире. Он такой сливочный. И вот это вот сверху такая приятная соленая карамель. А это такая пироженка с воздушным кремом и фруктами. Ооо, что выбрать? Я предлагаю начать день с частички мудрости. И прочитать какую-то абсурдную английскую... Ой! И прочитать абсурдную английскую поэзию. Сейчас вот прогноз дня. Отвратительный джентльмен из Луго собирается завыть, как Белуга. Но ему заявили, если бы вы и завыли, мы бы вас удавили с испуга. Понятно, лучше не выть. Хоть я и не злуга, и не джентльмен, но тем не менее. Давайте еще что-то. Блин, это долго. Деликатная леди с границы в жаркий день попросила напиться. Ей сказали, лишь воду пьют в такую погоду, чем сразила ту леди с границы. И последнее. Небанальный старик из Харбина дочь назвал с горяча Апсибиной. И она с юных дней объезжала свиней, восхищая всех граждан Харбина. Класс. Лучшие вложенные мои деньги. После этого конечня. Привет, друзья. Я уже дома, как видите, готова к съемке нашего очередного влогмасса. По-моему, это шестой. Ужас, как я много уже отсняла влогмассов. Я думала, я сниму три и на этом остановлюсь. В общем, я уже сняла видео. Один из моих любимых форматов, где мы просто выбираем случайные книги из моего списка хотелок, в котором 1350 книг. И вообще смотрим, что это такое. И думаем, удивляемся, как оно туда попало. Это настолько весело. Я прям еле себя действительно остановила, оттащила за уши. Уже просто потому, что память на камере закончилась. Так бы я, наверное, весь день сидела. И вот это клацало кнопку случайная книга, чтобы найти еще что-то интересное. И поудивляться, как вообще, как оно меня могло заинтересовать. Сегодня пока день под вопросом. И наши с вами занятия, активити, так сказать, тоже под вопросом. Сейчас я немножко сбавлю яркости. Все зависит от того, будет Ваня сегодня ночевать дома или на базе. И, в общем, непонятно, что мы с вами будем делать. Либо сегодня будет максимально скучный влог, где я буду просто читать книжку. Может быть, даже книжки. Либо Ваня заедет по дороге домой в магазин, купит нам всякого прикольного, вкусного. И мы будем готовить с вами имбирное печенье. Я давным-давно мечтала уже приготовить перед Новым годом имбирное печенье. Посмотрим, как получится. Спойлер, очень плохо, потому что я и выпечка, это несовместимые вещи. И будем смотреть сериал Дэш и Лили, который мне посоветовали некоторые из вас. Сказали, что хоть он и подростковый, но очень приятный, веселый и интересный. Так что с Ваней мы его уже себе забили для просмотра. Вот. Так что пока вот непонятно. Может, пойду смонтирую видео сейчас. Может быть, почитаю. Наверное, почитаю. Я вам сказала, что буду выставлять видео через день. В итоге я все равно выставляю видео каждый день. Я не знаю, у меня уже какая-то зависимость от Ютуба. Потому что, как говорят, самые крутые моменты становятся еще круче, когда ты ими с кем-то делишься. И вот действительно так. Мне теперь хочется с вами делиться всеми своими крутыми моментами, крутыми книгами, которые я читаю, крутой едой, интересными фильмами. В общем, мне как-то нравится делить свои будни вместе с вами. Поэтому я не могу остановиться и все время все на свете снимаю. Все, хватит. Сейчас хотя бы пойду сделаю кофе и хоть на пару минут прекращу все снимать. Все, встретимся через пару минут. Так, ладно, прошла не пара минут, а чуть меньше. Но я к вам по делу. Вчера я взяла перед сном читать новую книгу. О ней хочу вам рассказать. Я же в прошлом месяце прочла эссе, чтобы не был пустой кадр, покручу рукой. Пока что сборник эссе Поляринова почти 2 килограмма слов, который мне дарила Настя. Настя, привет. И вот Настя мне написала, что другой сборник эссе о литературе, который я тебе подарила, не хуже. Так что тоже его читай. Вот я, в общем-то, слушаюсь и повинуюсь. Другой сборник, который мне подарила Настя, это Умберто Эко. Шесть прогулок в литературных лесах. Взяла его читать. И это, конечно, гораздо сложнее. Это все-таки не, знаете, не из разряда. Ой, тут такая классная книга. Я недавно прочитала. Вот столько с ней интересных фактов связано. Вот столько фактов интересных связано с писателем. Книга о том-то, о том-то. Здесь о литературе скорее. Ну, главное достоинство книги то, что в первой уже строчке упоминается Итала Кальвина. Ну, фокус. Вот. Так что, ну, как бы это уже гарант качества. Уже сразу понятно, что книга будет прекрасна. Я тут себе немножко пометила. Конечно, это не Поляринов. И читать перед сном было очень сложно. Так что все-таки она, возможно, перейдет в разряд книг, которые я читаю днем. Потому что здесь о писательстве, о читательстве и о типах читателей и писателей. И как вообще книги надо читать. Видите, тут какие-то вот графики. Тут об эмпирических авторах и читателях, об образцовых авторах и читателях. И, в общем, это все довольно сложно. Но я в этой книге нашла идеальную книгу, которую я теперь мечтаю заполучить. Так сказать, All I Want for Christmas из книга Акилле Кампанилле. У нас, кстати, выходила она давным-давно. В августе жену знать не желаю. Чудесное название. Уже хочу прочитать. И вот здесь Умберто Эко одну страницу выписал из книги. И, о, боже мой, это прям мой юмор. Я теперь мечтаю прочитать. Кому неинтересно, немножко пролесните. Потому что я сейчас буду зачитывать вот это вот все. Готовьтесь. Гидеон отчаянно замахал рукой, подзывая карету, стоявшую в конце улицы. Пожилой кучер, кряхтя, сполз на землю и со всей доступной ему скоростью зашагал к нашим друзьям, чтобы осведомиться. Я могу быть вам полезен? Нет, раздраженно воскликнул Гидеон. Нам нужна карета. А, разочарованно протянул кучер. А я думал, вам нужен я. Он вернулся к карете, вскарабкался на козлы и спросил у Гидеона, который тем временем разместился внутри рядом с Андреа. Куда едем? Не могу вам сказать, ответствовал Гидеон, желавший сохранить цель поездки в тайне. Кучер человек по натуре нелюбознательный, настаивать не стал. Несколько минут они просидели неподвижно, наслаждаясь видом. Наконец, не в силах доли сдерживаться, Гидеон проговорился. В замок Фьоренсина! Лошадь дернулась, а кучер возразил. Слишком поздно, приедем-то только к ночи. Ваша правда, пробормотал Гидеон. Ладно, отложим до завтрашнего утра. Ждем вас в семь. С каретой? Уточнил кучер. Гидеон поразмыслил несколько минут и, наконец, принял решение. Да, лучше с каретой. Уже направляясь обратно к трактиру, он обернулся и крикнул кучеру. Эй! И с лошадью! Да? Удивился тот. Ну, как скажете. Вот это прям мой такой тип абсурдного юмора, где, да, такие сами собой разумеющиеся понятия немножко вывернуты, перекручены и уже не сами собой разумеющиеся. То есть, когда ты подзываешь кучера, естественно, ты, как бы, так как кучер на работе, то, ну, сто процентов, если только ты не мать, не брат или не кто-то из друзей, зовешь его как вот кучера, как исполнителя своей работы. И тебе нужно, чтобы он тебя куда-то подвез. А вот здесь, да, кучер думает, что зовут именно его как человека. Так, а теперь я налила себе кофе и готова продолжать чтение. Вот только непонятно чего. Умберто Эко, пока свежая голова. Вау! Или Андрея Симанов, в котором мне осталось всего страниц 100. И я бы хотела вот сейчас с комфортом, с уютом его дочитать. У меня сегодня на обед домашняя шаурма. Я не очень люблю, когда из нее куча всего вываливается, поэтому у меня все очень просто. Только капуста и курица. Ну и вот соус. Тут чеснок, майонез и сметана. Вот, так что мы вот так вот бам-бам-бам-бам-бам. Чем больше сметанки, тем вкуснее, конечно же. Вкус, кстати, этой шаурмы во многом очень зависит как раз от курицы и от маринада, да, в котором вы ее готовите. Вот мы вчера с Ваней ели курицу с приправой барбекю. И поэтому шаурма получилась такой, знаете, остренькой, вкусной. И сейчас у меня лимонная курица с горчицей, поэтому шаурма получится такой более пресноватой. Поэтому, мне кажется, понадобится много соуса, чтобы она была прям какой-то вкусненькой. Мне тут, в общем-то, пришла в голову такая вот мысля, мыслишка промелькнула. Снять лучшие книги года сейчас, а не ждать прямо с самого конца декабря. Сомневаюсь, что у меня будет время. Поэтому, собственно, я достала все свои пакуночки, которые я так любовно закручивала. И достаю лучшие книжки года. И вот, например, вот этот я открываю полностью. И вопрос уже решен, загадка решена. Остаются ли липкие следы от вот этого, да, от такой липкой синей ленты? Нет, друзья. Отличная штука. Хорошо заворачивает книжки, надежно. И при этом еще их и не портит. Так, друзья, чистила свой диск D, потому что уже заканчивается память. Естественно, первое, куда я заглянула, это игры. Они много весят, и я уже ни во что не играю. И я просто нашла... Свою детскую любовь. Игру про самураев. Мы с моим соседом в детстве по имени Шурик обожали эту игру. Тут, давайте сделаю тише. Тут, в общем, выбираешь себе клан и играешь за него. Вот это был любимый клан моего соседа, потому что здесь есть вот этот вот его любимый герой. Я играла за Ву, потому что это единственный клан, в котором есть женский персонаж, походу. Нет, я играла за Шу, потому что здесь есть вот этот зеленый. Он мне очень нравился. Там он всех просто разматывал. Смотрите, какой мужчина. Давайте сейчас за него поиграем. Так, я буду вас держать носом. Так что, если ничего не будет видно, вы уж извините. Тут надо две руки. Это вам не в Симсов, знаете ли, играть, мышкой клацать. Тут нужна вся сноровка. Очень крутая игра, она именно на азарт, потому что там куча всяких предметов можно найти в ящиках. Тут открываешь миллион разных персонажей. И прям вот очень интересно все это было открывать. Так, все, держу носом. Так, я уже забыла все управление. Как и что делать? Ага, смотрите, вот. Пам! А ты просто ходишь и всех убиваешь. Как тут бежать? Вот так вот. Я просто не пой. Хотел сказать, что я непобедима, но посмотрите, сколько их. Но так же не честно. Да, отстаньте вы от меня. Все. Никакого чтения в этих влогмасах. Видите, сколько я сейчас всех насобирала. И теперь надо супер-атаку проделать. Вот так вот. Видели? Ого. Что-то, ну, это как бы супер-атака. Уоу! Ну что, друзья, я дочитала Асимана и его мемуары из Египта. Чудесная книга, мне она очень понравилась. Воспоминания о детстве, которое всегда почему-то самое-самое теплое, даже если это было не самое объективное счастливое время в твоей жизни. Вот и здесь у Асимана о его детстве, взрослении с своей громадной гигантской семьей в Египте. И несмотря на то, что они были евреями и жили среди арабов, как на пороховой бочке, несмотря на то, что все их друзья каждый день разорялись, и их бизнес приватизировался, да, национализировался Египтом, несмотря на то, что они постоянно все ссорились между собой, и между ними были не самые лучшие отношения. Несмотря на все это, мемуары пропитаны таким теплом, светом и уютом, вот опять же, вот этими самыми семейными ценностями, где несмотря на то, что когда вы в праздник собираетесь все вместе, то каждый друг с другом ссорится, переругивается, и праздник в итоге заканчивается полной катастрофой и скандалами, все равно вы потом в следующем году на этот же праздник собираетесь вместе и с теплотой и улыбкой вспоминаете, как вы там все ссорились друг с другом, смеетесь, и у вас появляется куча каких-то семейных шуток, вот это такая книга, здесь очень много персонажей, все они в принципе на самом деле не слишком приятные люди, но в книге вот под прожектором этого детства Асимана они становятся чудеснейшими людьми, и во многом они на самом деле тоже отчасти, как и все мы чудесные люди, со своими достоинствами, со своими недостатками, в общем, прекрасная книга, понравилась мне сильно, Андрея Асиман молодец, буду читать его дальше, вот, а сейчас уже на самом-то деле 9 часов, я последний раз подключалась к вам, наверное, часа в 3, вот, я уже успела даже посмотреть «Мальчишник в Вегасе» с Ваней, я как ни смотрю всякие подборки крутых комедий, всегда вижу там «Мальчишник в Вегасе», и решила, все, хватит, надо его пересмотреть, потому что я уже вообще ничего не помню, и понять настолько ли там все круто, да, кстати, неплохая комедия, вот из этих всех американских комедий, да, про вечеринки, пьянки, там, наркотики, всякие вот такие легкие комедии, вот среди них она такая вот, мне кажется, самая смешная, так что будем смотреть завтра с Ваней вторую часть, потом третью, я подсела на циклы, знаете, вот, фильмы мне смотреть скучно, когда я знаю, что через полтора часа как бы все закончится, и, ну, грубо говоря, да, зря потерянное время, а когда ты смотришь цикл какой-то, у тебя есть предвкушение, что вот завтра я вернусь к этой истории, и посмотрю вторую часть, мы с Ваней вот что-то в Грузии открыли вот эти просмотры циклов, мы пересмотрели и Пиратов Карибского моря, Властелина колец, что мы еще начинали смотреть, а, ну вот Мстителей, сейчас Мальчишник Вегасе решили пересмотреть, хотели еще Звездные войны начать, потому что я не смотрела, Ваня смотрел, ну, что-то, не знаю, мне слишком волнительно, в общем, заболталась я, опять домашний влог, скучный, завтра, мне кажется, будет такой же домашний скучный день, но обещаю, совсем скоро начнется веселье-развеселье, потянуть бы мне это все и заснять, и выставить потом вам, чтобы не пропало это веселье даром, надеюсь, потяну, все, друзья, до завтра, выберем с вами новую книгу, которую будем читать, и надеюсь, у вас прекрасно прошел день, или пройдет прекрасный день, спасибо за просмотр, пока!